Девушки отдыхают Это опасная для мужчин ситуация, говорить такими стереотипами рядом со мной Да, я прям чувствую это сейчас, я точно не буду задавать эти вопросы Я именжуешься Я вообще, честно говоря, не могу понять, как цвет волос может влиять на мыслительные способности Мне просто интересно, почему прицепились столько к блондинкам? У брюнеток что, такой связи нет? А у блондинов? Не знаю Ну, а кстати, насчет брюнеток 28 мая, оказывается, это день брюнеток Его придумали, этот праздник, для того, чтобы брюнетки не чувствовали себя обделенными Да Это все? Да Какой ты умный Наверное, потому что ты брюнет, Костя Но только нет никакой связи, кажется, между твоим интеллектом, твоим умом, сообразительностью И между твоим цветом волос Или все-таки есть? А мы сейчас попытаемся это выяснить У нас в гостях психолог Юлия Светенко Сейчас будем задавать ей все эти каверзные вопросы Пойду встречу Интересно, она блондинка или брюнетка? Сейчас увидим Хорошо Но я еще раз хочу вам напомнить, что все интервью вы, как всегда, сможете посмотреть, если подпишетесь на нашу страницу на Ютубе Ищите «Утро дома» и ставьте палец вверх Это будет значить, что вам нравится наше «Утро дома» Добро пожаловать Проходите Сила понятна Это какой-то заговор сегодня Здравствуйте Заговор брюнетов Ну, я надеюсь, что все-таки Чаба, он блондин Спасибо Юля, вот у нас начался сегодня разговор с моим коллегой по поводу того, какова связь между цветом волос и интеллектуальными способностями И почему влетает больше всего блондинка Еще не одни научные исследования не доказали, что цвет волос или же краска для волос, которые красят волосы, влияет на интеллектуальные способности человека Интеллектуальные способности человека Поклонюсь этому утверждению, потому что как-то уже, знаете, поднадоело за 35 лет Интеллектуальные способности человека зависят больше от нейронных связей и от развития работы мозга А вы когда-нибудь красились в блондинку? Конечно Да, интересно Еще, знаете, вот такими большими таблетками, пергидроль, по-моему, они назывались Менялось ли отношение к вам со стороны окружающих? Думаю, со стороны окружающих не менялось, но мое состояние, потому что сам процесс первый раз покрасить волосы, тем более в домашних условиях, это связано с каким-то ритуалом такого кота, возможно, взросления, да, то, что вот ты первый раз покрасил волосы Я когда-то красилась даже в рыжую, и, честно говоря, я очень была похожа на своего коллегу Валерия Сараулы по характеру Ну, это, наверное, все-таки какое-то ложное убеждение, которое существует в рамках какого-то контекста Если мы, например, ходим в джинсах и кедах, мы себя ощущаем в одном состоянии Не только мы одеваем платье, каблук или классический костюм, все равно внутреннее состояние меняется Пусть, а попробуй Да То же самое цвет волос На каблуках я другой Я чувствую Вот как-то все меняется Костя, начните с цвета волосы Да, я себе блондинам даже не мечтал Пёрышки пусти Спасибо Так, хорошо Откуда пошел этот стереотип? Ну, корнями стереотип о блондинках, он все-таки уходит, наверное, 50-60 лет назад, во времена известной, легендарной Мерлин Монро Думайте туда, да? Образ блондинки, глупышки, такой немного инфантильный, но тот же момент очень красивый и привлекательный Хотя мы знаем, что у нее изначально цвет волос темный был И не такая же она и глупая была, при том, что у нее не было высшего образования, но она читала очень много книг, она была начитана и занималась самообразованием Мерлин Монро была ученицей Михаила Чехова Не только его? Ну, после того, как она стала ученицей Михаила Чехова, у нее просто взлетела вверх карьера И, по-моему, после занятий с Михаилом Чеховым она и перекрасилась блондинкой, стала более сексуальной, более... Ли Стаффорта, она училась и у Ли Стаффорта Да, но Михаила Чехова она даже вписала в завещание к себе Когда люди красили свет волос, как у Мерлины Монро, таким образом им казалось, что они тоже приобретают какие-то ее качества Я все-таки хочу выйти на конфликт, почему это к блондинкам-женщинам столько претензий, а к блондинам-мужчинам вообще нет А вы заметили, что... То есть они не глупыши, да, вот они не поверхностные Ну, возможно, одна из гипотез, что как раз этот стереотип придумали и мужчины А для себя они придумали стереотип, когда умный мужчина, который в очках, да, вот ботан То есть это умный мужчина, но о женщинах же в очках так не говорят Да, сто процентов Я просто хочу отметить, что сейчас идет спор между блондинкой и брюнеткой Я посередине Не надо, не надо из себя жертвы сразу же Ну, мне тоже кажется, что это больше как визуальный образ То есть человек, который не знал бы, что они ненатуральные волосы А тогда мы можем спросить у Юли, почему она решила вас покрасить волосы Какая была причина? У вас начался прием у психолога, расскажите Так, мне было 18 лет, я помню, и мне очень не нравился мой цвет волос То есть он мне нравился, он нравился другим людям, но я как-то не очень ярко себя в нем чувствовала Вот, значит, за этим стояло что? Какая потребность? Быть ярче Да Привлекать внимание И влиять на людей каким-то образом То есть люди же тоже тебя воспринимают по-другому Когда есть какой-то образ известный, например, какой-то звезды, там, певица или певца И человек хочет его наследовать И ему кажется, что вот если я сделаю такую прическу какой-то певицы Я буду чем-то на нее похожа Смотрите, очень часто, вот я сейчас вижу детей, которые красят волосы фиолетовые, зеленые, ну вот очень яркие Да, и это абсолютно нормальное проявление для подростка Поэтому пусть лучше этот этап, он пройдет в подростковом возрасте, чем когда ему будет 20+, 30+, чтобы вернуться, да, прожить это Ну, а здесь важно ни в коем случае не запрещать, а просто пойти с ребенком в парикмахерскую И чтобы эту окраску, окрашивание сделал профессионал, чтобы это было красиво И вот интересно, если говорить о женщинах, которым уже за, да, скажем так, взрослого поколения То у нас прям очень даже и красят волосы А в Европе все бабушки с единой, все хорошо, мы за натуральность А здесь может быть еще психологический такой момент, что какие стереотипы по отношению к старости у нас и в Америке, да У нас, если ты на пенсии, работы нет, ну что ты там, будешь готовить, заниматься огородами, нянчить внуков И вот как бы радость жизни Есть стереотип американских бабушек, которых я лично видела В 80 лет бабушка идет по берегу океана, вся накрашена, ухожена, маникюр, педикюр И бабушки, которые в Европе путешествуют на круизных лайнерах и так далее Хотя это тоже маленькая часть населения, но там что есть? Там люди не боятся идти на пенсию, потому что можно в 70-80 лет работать, например, в магазине, на кассе Можно, я видела бабушек, которым 70-75, они работают официантками Я видела бабушек, которые в 85 лет работают в крупье, в казино То есть там нет вот этих ограничений и нет страха потерять работу, там немного свободнее И в Америке, в Европе мы видим девушек, которым 30-35, они за собой абсолютно не следят Но мы видим женщину, которым там 65+, и они ухоженные, они в макияже, они с помадой, они с маникюром То есть там это принято С каким цветом волос все-таки легче живется на этой планете? Девушкам? С тем, с которым им комфортно А мне вот интересно, как происходит и как должен происходить вот этот вот переход К тому, что вы видите, и я вижу, и другие видят в Европе А это зависит от ценностей, от того, быть или казаться Потому что в Америке можно идти в Нью-Йорке в обычной одежде И там, когда люди с тобой общаются, они не смотрят, в чем ты пришел, какой марки у тебя часы Их интересует, а где ты учишься? Если ты учишься в Стэнфорде или в Гарварде И я была в этих университетах, я видела, как выглядят там студенты Они ходят в кедах, в обычных футболках, джинсах Но если ты там находишься, ты там учишься, это говорит о том, что у тебя хороший интеллект Да, мне тоже кажется, что дело в какой-то внутренней свободе И я желаю всем телезрителям, блондинкам, брюнеткам, быть свободными Хотите быть блондинкой? Будьте Хотите быть брюнеткой? Будьте Никакие вот эти стереотипы и стереотипное мышление пусть на вас не влияют У нас в гостях сегодня была психолог Юлия Светенко Спасибо вам большое Вот еще боремся с одним стереотипом Говорят, на телевидении забирают потом букеты, а мы у вас не заберем Я знаю Пойдемте, я вас проведу До свидания До свидания Ну что ж, войны не получилось Блондинки и брюнетки заключили перемирие Если вы хотите посмотреть наше интервью, то решительно настаивая на том, чтобы вы подписались на нашу страницу в Ютьюбе Ищите утро дома, подписывайтесь и ставьте лайки Редактор субтитров А.Семкин